Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, в студии працуе Марина Джалая. Глядите у гэтым выпуску. Кто працуе, то и святкуе. Гомель занесены на республиканскую дошку у гонору. Рыхту и сани у летку. Установы культуры отрымливаются пашпорты готовности дать апляльного сезона. Ахвяры тихого полевания. У регионе зафиксованы выпадки отручвания грыбами. 60-х годов семейного счастья. У Гомеля отбылася урочистая регистрация бриллиантового веселя. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Гомель занесены на республиканскую дошку у гонору, як лепший город у социально-экономичном развитии. Адповедный указ президента опубликованы на национальным правовым интернет-портале. У Гомеля таксама признаны лепшим по экономии ресурсов. У гэтой же номинации означены Октябрьский район у Гомельской области. Таксама на республиканской дошке гонору наш регион представляют Калинковицкий молочный комбинат, Саугаз-комбинат Зара и Гомельский державный цирк. Сюдня у Гомеля отбылся семинар школы бренд-менеджмента. Организатор мероприемства Белорусский республиканский союз молоди. Удельниками стали переможцы и финалисты конкурсу 100 идей для Беларуси, представники бизнес-структур. Вы опытные эксперты дали подшинающим предпринимальникам шерох корыстных парад на контрразвитие властной справы. Удельники семинара таксама доведались об сучастных махчимостях рекламы и о ее роли у развития бизнеса. Сегодняшний блог – это такой информационный блог. Это знакомство с аудиторией конкретно. И действительно, отбор может быть тех, кого стоит подучить, так, чтобы сформировать бренд-менеджера, то есть специалиста, который умеет с самого начала видеть то, как будет реализовываться конечный продукт. Мы у себя должны формировать экономический образ мышления. Есть масса интересных примеров, когда молодой человек, вплоть до того, что становится фермером. Вот это яркий пример экономического образа мышления. Его надо формировать. Конечно, это индивидуально. У кого-то есть талант в предпринимательстве, у кого-то есть идеи, у кого-то нет этой идеи. Но мы должны научить, подсказать, хотя бы даже формировать в обществе вот это экономический образ мышления. До галонного святой краины – самые великие скидки. Предприемства гандлю региона до дня незалежности представить покупникам скидки на товары. Як поведомили уголовным управлением гандлю и послу Габлова Конкама, акции и скидки запланованы предприемствами розных форм ауластности. Пропановы по скидках от 5 до 70% распрацевали во всех районах. У буйных сетковых магазинах цены на особные товары будут снижены до 50%. Рыхтуй сани улетка. Уже зараз в регионе идёт подрыхтовка до нового оттепляльного сезона. Причим, некоторые установы культуры навод отримали пашпорты готовности. Подробязности темы – в наступном сюжете. У середине Красавика завершился минулый оттепляльный сезон. И одразу распочалась подрыхтовка до нового. Проверка обсталявания, лечильника, ремонтные работы. Усёг это проводится уже зараз, как холоды сустрыть в полном избраении. Одной из первших пашпорты готовности до оттепляльного сезона отримала Гомельская областная филармония. Подготовка к оттопительному сезону фактически не прекращается. У нас осуществлена гидропневматическая промывка системы. У нас осуществлены, естественно, снятые приборы учёта для того, чтобы их поверить. Они все поверены. Забота о наших артистах – это является первой необходимостью для того, чтобы они могли спокойно, хорошо в уютных, тёплых условиях репетировать. Ну и, естественно, радовать всех зрителей своими концертами. Так само у лидерах по темпах подрыхтовки Гомелькина видеопрокаты установы культуры Петриковского и Рычицкого районов. Увоголе задача такая – подрыхтовать до сезона 827 буденков, подведомостных Головному управлению до логичной работы культуры по справах молоди обловы Канкама. Усе пашпорты готовности повинны быть отрыманы до первого жнивня. Проводится работа по замене теплотрасс, запорной арматуры, подготовке тепловых узлов. На данные цели привлекаются как бюджетные средства, так и небюджетные средства и наши спонсорские средства. В планах заменить больше за 140 и обновить больше за 800 погонных метров тепловой изоляции трубопроводов. Так само до початку сезона отбудется ремонт 41 теплового узла и 16 котлов. Для этого выдатковано больше за 570 тысяч бюджетных рублев, а так само 50 тысяч с позабюджетных доходов организации. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». Неосторожное выходжение за огнем при курении, як меркуется, стало причиной некальких пожаров у регионе. Жахара поселка Вяселы Жлобинского района выратовальники смогли вытягнуть с палающего дравляного дома. Мушины 1962 года народжения запеками доставлены у больницу. А вось на пожары увезцы Залесия Петриковского района супрационники газодыма ахонной службы господара дома знашли беспрекмет життя на подлозе у кухни. Мушины 1964 года народжения проживал один. Следшая оперативная группа зараз проводит проверку по гэтым факте. Чарговый крок до безпеки. Сегодня на базе гандлёва забавляльного комплекса у «Гомель» з'явился имиджевый объект МНС «Центр безпеки». Йон стал пятым у регионе и первым областным центры. Гэта новая форма профилактичной работы с неполнолетними. Головная задача – пра згульний конкурсы навучить дятей правилам пожарной и особистой безпеки. А так сама нагадать, чым могут обернуться дятячие свободы. С юными гомельчанами будуть працаваць специалисты и у забавляльной форме доводзить до их важную информацию. У першую чаргу про погрозу, якую можа нести неастярожное обыходжение за гнём. Имиджевый объект оснащенный спортивным и гульнявым обсталяванием. «Мы продолжаем эту систему обучения, которую закладывают родители, детские учреждения. А когда посещаются такие крупные объекты, как торговые центры, объекты с массовым пребыванием детей, детей всё равно куда-то родители отдают, в игровые комнаты. И вот в таком торговом центре мы создали этот имиджевый проект. Не только даже обучение, но и привитие культуры безопасности. Это через игры, конкурсы, викторины». На Гомельшине подчастились выпадки махлярства в дочинении до пожилых людей. Зламысленники проникают у их домы под выглядом супрацовников разных фирмах и державных организаций. У вынику сотни пенсионеров недалечились гроши и каштоуных речев. За пять месяцев этого года зарегистровано 420 крадяжов у пожилых людей, которые пустили в дом незнаемцев. Те они гребуют ниякими нагодами, продают постельную белизну, представляются работниками гаргаза або просить милостину. А потом выносят гроши у зногорода Великой Чинной войны. В опышний час шуканцы представляются специалистами по регулированию окна ПВХ, а так само агентами по продаже фильтров для воды. Махляры – выдатные психологи и частей за все працуют у пары. «Первое. Не пускайте к себе незнакомцев. При поступлении звонка или же кто-то к вам обратился, не забудьте проверить документы. В крайнем случае, если вы стали сомневаться в том, что к вам пришел кто-то из госорганизаций или других предприятий, лучше позвонить по телефону 102, сообщить о том, что к вам случится неизвестный. Документы у вас вызывают сомнения, приедет ближайший наряд органов внутренних дел милиции и разберется с сложившейся ситуацией». Два выпадки отрушивания грыбами, зарегистрованы в Гомельской области. Потерпелым детяте и молодой девочине оказана своечасовая медицинская допомога и зараз их життям ничего не погрожает. Медики подкресливают, самолячение при отрушивании грыбами недопущальное. Это может привести до тяжких наступствов. При этом потерпеть можно не только от трудных грыбов, а и на ватъядомах, а и неправильно приготовленных. Так само вельми шкодными становятся грыбы, которые росли в экологично небеспечном месте, где накопилась масса шкодных речевов. «Основными правилами при сборе грибов нужно пользоваться. Нельзя собирать грибы, которые вы не знаете, либо вы сомневаетесь в съедобности данных грибов. Нельзя пробовать сырые грибы на вкус. При приготовлении грибов сначала необходимо их отварить перед жаркой и обязательно слить отвар». Дальше проверить собранные дары лесу можно у Центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. 30-го червеня гумельские нотарусы проведут бесплатные консультации. Правовая акция примиркована до Дня незалежности Беларуси. Жихару региона на безвыплатной основе будут принимать усе нотариальные конторы и Бюро Гумельской области. Час работы можно удакладнить на официйном сайте Беларуской нотариальной палаты. В пятницу каждый сможет проконсультоваться по пытаниях оформления спадшинных правов, складания завещаний, шлюбных договоров, очужения нерухомостей. Заручальные перстенки, душевные веншования и традиционная горка. У Гумеля отбылась урочистая регистрация бриллиантового веселья семьи Марковых. Заплячима Инны Даниловны и Миколая Павловича 60-х годов суместного життя. Прожить стольки разом, а тем больше душа у душу, отримливается не у многих. Або два у свой час кончили Одесский политехнічный институт. Там и познайомилися. Регистрация бриллиантового веселя небы перенесла юбиляров у 1957 год, калей они звязали себе вузами шлюбу. С тых часов минула 60 годов, больше к 20 тысяч джон життя. Инны Миколай Марковы выхавали дачку и зараз мают унучку. А галоны, не глядячи на розные перепиты и лесу, инны сдолили захавать узаемное кахание и повагу один до одного. Бриллиантовые юбиляры упевнены, шлюб гэта праца, яку треба выконвать шту дня. Причим разом, плячо в плячо. А суместное переодоление житёвых пирожкот только умоцовывая семью и робится правдное почуте яшши мацнейшими. А там и пожадания молодым отповедное. Терпением. Терпением и умением на что-то, на многое, отчего закрывать глаза. Не замечать. Не замечать какие-то мелкие недостатки, да? Ну да, не делать события из всяких там мелких недоразумений. Межтым сокрытый идеального веселя сегодня поспробуйте раскрыть ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель». Як зэкономить на веселье летом, где региструются сучасные шлюбы. Як выбрать весельный букет и скласьте шлюбный договор. Свои парады и рекомендации дадуть весельный эксперт и нотареус, креативный флорыст и модный фотограф. Глядите «Добрый вечер, Гомель», сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Долучайтесь до размобы у прямым эфиры по номеру 37-519. Свято для детей-сирот организовали волонтеры от Рада БРСМ «Открытые сердцы», який денечая прыхом сельмаши. Доброшенную акцию чаравництва на Ивана Купалу подтримала редакция газеты «Гомельская правда» и одно из приватных предприемствов по организации вольного часу детей. Свежая поветра, активные гульни и превзнятый настрой. На встречу с выхованцами Гомельского социально-педагогического центра заветали активисты волонтерского руха и аниматоры в костюмах персонажей народного свята. На Ивана Купалу те купаля, звычайно, шукают папороть кветку и пускают пара цевянки. Не дышли от традиций у дельники гэтой сустречи. Дети, захопленные тем, что отбывается навоколы, мкнулись ознайсти чарованную рослину и загадать мару. Волонтеры от Рада «Открытое сердце» дорад цепленню своих сердцев детям, яке позбавленное батьковского тепла. Яны регулярно проводят доброчинные акции у социальных притулках и интернатных установах. Доброчинная акция «Чаровниства» на Ивана Купалу стала протягом шероху добрых справ, яке ладзятся волонтерами от Рада. Детки, они всегда рады, когда мы к ним приезжаем, устраиваем какие-то конкурсы, игры, развлечения. Когда мы были зимой у них на утреннике, это мы водили хороводы, дули воздушные пузыри, мыльные. То есть, только вот, ну, тепло ладошек очень приятно, очень приятно, причем детки очень отзывчивые и реагируют очень хорошо на все происходящее. Для нас, наверное, самое главное это вот услышать, как смеются дети, увидеть их улыбки. Это, наверное, самое лучшее вознаграждение, которое может быть для нас. И, ну, нам очень нравится проводить такие мероприятия, мы с удовольствием приходим. «Народжение УСССР» так называется выстава, яка открылась у городским Центром культуры у Гомеле. Ее автор – гомельский коллекционер, филаталист и нумизмат Геннадь Гайков. Час пяти годик и партийных сходов, пионерских сборов и чергов у крамах. Усё гэта эпоха СССР. Представленные экспонаты допомагают окунуться у минуло и вспомнить, яким было повсядённое житё советского человека. Интерьеры хрущовки, атрибуты пионерского руха, старые фото с дымки, самовары, радиотехника нагадывают про гісторию Украины и захоплённые людей. Автор незвычайной выставы Геннадь Гайков весь своевольный час отдаёт любимой справе гистории, краязнавству и коллекционованию. Многие антикварные речи ён надновляя своими руками. И опошнее поведомление. На 29 червня у Гомельска в области объявлены оранжевые узровень небеспеки. Министерство по незвычайных ситуациях попередживая об несприяли метеорологичные зъяви. Учатвер у регионе будет горяча. Местами слупок термометра подымится до отзнаки у 36 градусов. Так само чакается моцный ветер. Пары вымогуть досягать 20 метров за секунду. У такой надворе же храм региона варта шильне зачинять дверы и в окны. При высокой температуре нельга разводить вогнищи и спаливать сметти. Так само у спякоту рекомендуется пить больш ваткасті и носить головные уборы. Гэты иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomil.by Далее у эфири спортивный огляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.